За всю историю освоения космоса не раз случались разные по последствиям космические катастрофы. Самые известные неудачные запуски ракет и их последствия в моем сегодняшнем видео. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. 3 июля 1969 года. В этом году полным ходом продолжались работы над сверхтяжелой ракетой-носителем Н-1, которая смогла бы через несколько лет доставить на Луну советских космонавтов. Параллельно прорабатывались планы по созданию советской лунной базы «Звезда». Все зависит от успеха Н-1. Однако запуск Н-1, который происходил 3 июля, закончился полнейшей катастрофой. Ракета успела взлететь всего на 200 метров, после чего началось отключение двигателей. В итоге эта тяжеленная махина рухнула на стартовый стол, полностью его уничтожив и серьезно повредив другую стартовую площадку. Этот взрыв стал крупнейшим в истории ракетостроения и одним из мощнейших неядерных взрывов всех времен. Следующий запуск Н-1 состоялся только через год и тоже закончился неудачей. Как, впрочем, и последующий. В итоге советским космонавтам так и не удалось добраться до Луны. 18 марта 1980 года В этот день на космодроме Плесецк велась подготовка к запуску ракеты-носителя «Восток-2М». По показаниям очевидцев, во время заправки ракеты произошла вспышка в районе третьей ступени. Через несколько секунд произошел взрыв ниже нулевой отметки и начался обширный пожар, приведший к гибели 48 человек. По официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв воспламенения, пропитанный кислородом ткани, в результате несанкционированных действий одного из сотрудников. Так ли было на самом деле, мы уже никогда не узнаем, так как все, кто мог это опровергнуть, погибли вместе с ракетой в ходе одного из самых страшных взрывов в истории космонавтики. 15 февраля 1996 года 15 февраля 1996 года на космодроме Сичан был произведен запуск первого международного коммерческого спутника, что также стало первым полетом китайской ракет-носителя «Великий поход-3В». В прямом эфире можно было видеть, что после запуска ракета отклонилась от заданной траектории полета. Через три секунды после старта движение ракеты перекосилось, она упала на соседний склон и взорвалась. Ракета врезалась в близлежащую деревню, расположенную почти в километре от космодрома. Большая часть ракетного топлива все еще находилась на борту. В результате взрыв превратил 3 часа ночи в полдень с ярким светом, исходящим от взрыва. Китайское правительство через официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что 6 человек были убиты и 57 получили ранения. Однако иностранные СМИ предположили, что в результате крушения могло быть убито от 200 до 500 человек. Впоследствии эта деревня была полностью эвакуирована и на ее месте почти ничего не осталось. 8 мая 1962 года В октябре 1961 года на мыс Канаверал была доставлена и установлена на совершенно новом стартовом комплексе LC-36А «Атлас Центавр». Однако в результате различных задержек и технических неполадок она оставалась там в течение 7 месяцев. Наконец, 8 мая 1962 года был произведен запуск. Все шло нормально до 53 секунды полета, когда ступень Центавр разрушилась. Причиной аварии стал сброс теплоизоляционной оболочки, в результате чего произошел перегрев и нарушение гребетичности бака с жидким водородом. Контакт истекающего водорода с реактивной струей двигателя «Атлас» привел к взрыву и полному разрушению носителя. Теплоизоляция должна была быть сброшена на высоте 80 километров, где нагрев в результате трения становится незначительным. Однако в результате неисправности механизма отделения сброс произошел намного раньше. 21 июля 2010 года Три спутника «ГЛОНАСС-М», запущенные 5 декабря 2010 года с Байконура, на ракете-носителе «Протон-М» для завершения формирования российской навигационной группировки «ГЛОНАСС», упали в Тихий океан в полутора тысячах километров от Гонолулу. Федеральное космическое агентство «Роскосмос» сразу же создало комиссию с целью выяснить причины этого ЧП. Инициатором расследования причин неудачного запуска стал президент России Владимир Путин. В очень жесткой форме он потребовал разобраться в том, почему спутники не вышли на орбиту, а также проверить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, выделенные на ГЛОНАСС. Позже удалось установить, что причиной нештатного полета явилось превышение массы разгонного блока ДМ-03 вследствие конструкторской ошибки в формуле расчета дозы заправки жидкого кислорода в инструкции по эксплуатации системы контроля заправки. Было залито чрезмерное количество топлива. В связи с аварией были уволены вице-президент и главный конструктор посредством выведения ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслав Филин и заместитель руководителя «Роскосмоса» Виктор Ремешевский. Руководителю «Роскосмоса» Анатолию Перминову был объявлен выговор. Ущерб от потери спутников составил 2,5 миллиарда рублей, не считая стоимости ракеты-носителя «Протон-М». 1 июля 2013 года Запуск ракеты-носителя «Протон-М» 1 июля 2013 года с космодрома Байконур в Казахстане обернулся аварией. Через несколько секунд после старта ракета резко изменила траекторию полета, после чего начала разваливаться и взрываться в воздухе. Ее обломки упали возле стартовой площадки. Произошло это утром в 6.38 по московскому времени, прямо во время прямой трансляции. ЧП произошло в момент работы двигателей первой ступени ракеты-носителя. СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что «Протон-М» мог упасть из-за потери устойчивости. Судя по тому, что ракета сначала наклонилась, затем выправилась, имела место потери устойчивости либо из-за отказа системы управления, либо из-за недвигавшихся камер сгорания двигателя первой ступени. После аварии была создана аварийная комиссия под руководством заместителя главы Федерального космического агентства Александра Лопатина. Комиссия пришла к выводу, что причиной аварии ракет-носителя «Протон-М» стала неправильная установка датчиков угловых скоростей по каналу рыскания при сборке ракеты в ноябре 2011 года. Три датчика из шести были перевернуты на 180 градусов, что привело к получению с системой управления ракетой некарретных данных о ее ориентации. Так как датчики технологически сложно установить неправильно, их закрепили с применением силы, после того, как не смогли установить в соответствии с инструкцией. 6 сентября 2007 года 6 сентября в 2.42 по московскому времени ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур, однако пуск оказался неудачным. На 135-й секунде полета произошла внештатная ситуация. В результате были автоматически отключены двигатели второй ступени. На месте падения обломков ракеты-носителя произошел сильный пожар. «Протон» должен был вывести на космическую орбиту японский спутник GCSAT-11, предназначенный для предоставления услуг прямого телевещания и связи, в том числе трансляции цифровых телепередач по каналам Sky Perfect TV абонентом японского оператора GCSAT Corporation в Японии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Гавайях. Октябрь 2014 года Ракета-носитель «Антарес» с американским кораблем «Сигнус», который должен был лететь к МКС, взорвалась при старте с космодрома НАСА на острове Уоллопс, расположенном в Атлантическом океане у побережья штата Вирджиния. Ракета превратилась в огненный шар через секунды после запуска. Были потеряны более двух тонн грузов для американского сегмента станции, в том числе продукты для космонавтов, научное и компьютерное оборудование и оборудование для выходов в открытый космос. Также ракета должна была доставить на МКС демонстрационный мини-спутник «Аркит-3» от частной компании «Планетари Резосис». Весь груз вместе с кораблем «Сигнус» был уничтожен взрывом. Пострадавших не было, однако космодрому был нанесен значительный ущерб. В качестве одной из возможных причин ЧП назвали проблемы с двигателем ракеты, который был разработан еще в СССР. Но вот уж нашли опять на кого свалить. 6 декабря 1957 года В этот день была предпринята первая попытка США запустить искусственный спутник Земли «Авангард ТВ-3». Этот спутник предназначался для проверки возможности выведения полезной нагрузки на орбиту трехступенчатой ракетой-носителем «Авангард» и исследования влияния окружающей среды на спутник и его системы на околоземной орбите. Во время запуска с мыса «Канаверл» ракета начала подниматься, но около двух секунд после старта, после набора высоты около одного метра, потеряла тягу и начала опускаться к стартовой площадке. Как установлено, топливные баки разорвались и взорвались, уничтожив ракету и серьезно повредив стартовую площадку. Спутник ТВ-3 был отброшен и приземлился на Землю на небольшом расстоянии с еще работающим передатчиком. Спутник был поврежден и не мог быть использован повторно. 24 октября 1960 года В этот день на космодроме Байконур проводилась подготовка испытательного запуска баллистической ракеты Р-16. Старт был приурочен к очередной годовщине Октябрьской революции, потому подготовка велась в авральном режиме с нарушением практически всех возможных правил техники безопасности. После того, как была объявлена 30-минутная готовность к пуску и начато выставление в ноль программного токораспределителя, произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени, который привел к мгновенному взрыву ракеты. Формально это событие сложно отнести к космическим запускам. Однако стоит напомнить, что в те годы зачастую было весьма сложно проверить грань между военными программами и космонавтикой. К тому же взрыв ракеты не только разрушил весь стартовый стол, но и привел к огромному количеству жертв. По официальным данным погибло 74 человека, включая главнокомандующего ракетными войсками маршала Неделина. Данная катастрофа стала одной из крупнейших за всю историю мирового ракетостроения. С тех пор 24 октября считается черным днем космонавтики, и запуски на Байконуре в этот день не производятся. На этом все, друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, если оно понравилось. Завтра уже выходит новое видео, не пропустите. Пока-пока!